Напомню, закон принят в соответствии с распоряжением президента Российской Федерации 174 РП от 6 июня 2023 года. В настоящее время, с учетом внесенных изменений, закон права на получение земельного участка имеет следующий круг лиц. Это лица, завершившие свое участие в специальной военной операции, лица, не завершившие свое участие в специальной военной операции, супруги, состоящие на дату госрегистрации смерти участника СОО в зарегистрированном браке и не вступивших в повторный брак, и родители погибшего участника СОО в случае отсутствия участника супруги или супруга. Напомню, что в настоящий момент можно обратиться для получения земельного участка в любой муниципалитет Камчатского края, независимости от места проживания заявителя в Камчатском крае, за исключением Велишинского городского. В настоящий момент земельные участки сформированы на территории Ельцкого муниципального района, и мы рекомендуем желающим получить земельные участки обращаться именно туда. В дальнейшем при передаче земельных участков от Министерства обороны, они будут предоставляться в Ельском городском поселении и в Петропавловск-Камчатском городском округе. Напомню, чтобы получить земельный участок, можно обратиться как непосредственно в муниципалитет, в котором есть желание получить земельный участок, либо через многофункциональные центры, или через порталы, как через региональный портал Госуслуги 41, так и через федеральный портал Государственных услуг, или через приложение. Земельный участок можно получить для индивидуального жилищного строительства по выбору заявителя, либо для садоводства. Достаточно просто выбрать по желанию назначение земельного участка в самом заявлении. Заявление можно подать, как я уже говорил, через МФЦ или напрямую, или через портал. В случае, если обращается заявитель лично, то с паспортом предоставить копию паспорта, и если через портал, достаточно самого заявления. Также можно обратиться и по доверенности. В этом случае нужно просто приложить копию доверенности, как лично, так и через портал.